Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я сегодня изготовлю мушку, которую, в принципе-то, я на авторство не претендую. Впервые увидел, как ее вязал Иван Арсеньев. Но эту мушку я, как говорится, вязал, вот использовал в разных вариантах, в разных расцветках, в разных абсолютно габаритах. И, как говорится, другое качество было пера. И одно время я ее отставил в забытый ящик. Дмитрий позавчера мне написал письмо, что хотел бы иметь вот такую мушку. Нашел этот фильм в интернете. Но я эту мушку уже очень хорошо модифицировал. Значит, учитывая то, что очень хорошая уловистая мушка может использоваться как в хорошо огруженном варианте, так и полностью в неогруженном варианте. Но она относится, как вы поняли, больше к классу мокрых мушек. Я взял крючок Камасан Б серии 400. Номер я взял 14-й. Вязать эту мушку можно на любых номерах. Но скажу сразу, во всех номерах она работает очень-очень хорошо. Масса достоинств – один недостаток. Недостаток заключается в том, что вот это перо, которое мы используем, страуса, как вы видите, его не всегда получается достать хорошего, вот как вы видите, вот такого качества. Бывает значительно мельче, вот как вот у меня имеется желтое, как вы видите, и не всегда получается изготовить хорошую качественную мушку. Значит, на тот период, когда не было подходящих материалов, я вот специально вам показываю, из набора скальпа перьев, как вы видите, вот есть вот такое вот перышко. Я уже изготавливал неоднократно, вот подходит нам это перо. Я изготавливал всевозможные вот такие мокрые мушки, используя это перо. Играет в воде не хуже. Но, теперь мы с вами изготовим хорошо огруженную, потому что я буду рыбачить в определенных условиях. Эта вольфрамова до 2 мм бусинка, огрузил свинцом где-то 0,2-0,25. И, как вы видите, я не задвигаю еще свинец, а немножечко перед шариком наносим каплю клея, придерживаем ноготком и теперь только лишь задвигаем наш свинец. У нас дополнительно хорошо центрируется шарик с помощью свинца. И достаточно хорошо огружена у нас будет нимфа. Нить я беру достаточно тонкую, в то же время крепкую. Нить я буду использовать белую. В дальнейшем я ее потом подкрашу под свою необходимость. Эта мушка относится к разряду тех мушек, которые, будем говорить так, не имеют ярко выраженную основу под тело. Что нам с вами понадобится? Вот продаются вот такие наборы шерстяной нитки. Их здесь три в одном жуту. Значит, мы теперь с вами должны выбрать, сколько вам необходимо на хвостик. Хвостик здесь большой роли не играет. В принципе-то он только лишь как привлекающий элемент. Так как и у Ред так. Я беру полностью вот так вот пучочек. Стараюсь так, чтобы у меня край моей пряжи доходил до свинца. И, как вы видите, вот я, не затягивая, пару петель только лишь нанес. И потом подтянул, как с мехом. И теперь мы уже можем окончательно, чтобы не было скомканное наше тело, хорошо закрепить прядь наших ниток. Хвостик так же, как и у Ред так. Я отступаю совсем немножечко, натягиваю нашу пряжу и вот так отрезаем. Вполне достаточно. Если в чем-то ошиблись, можете потом взять и изменить. Изюминка заключается в том, что я подготовил вот парочку перьев. Желтого и белого оттенка. В чем, значит, особенность крепления пера? Если вы внимательно будете рассматривать страусиное перо, то вы заметите, что у него имеется определенный изгиб. Постараемся так, чтобы у нас этот изгиб и белого, и моего желтого пера совпали. Закрепим вот так же притяжной петлей, перепроверим по нашим загибам и сгибам. Все подходит. И теперь окончательно мы уже до самого хвостика доводим наше перо. Уводим нить, промотаем, выровняем все вот эти неровности. И нить нашу оставляем теперь у шарика. И теперь самый основной момент. Я вам уже неоднократно показывал вот такой клей. Достаточно хорошо он себя зарекомендовал. Это не есть реклама. Если у вас есть что-то лучшее, используйте. Можете использовать любой другой клей, который не боится воды. И в то же время позволяет вам хорошо и быстро работать с нашими изделиями. Совсем немножечко капельку обязательно наносим. По всему цевью нашего клея. Если мы будем с вами сегментировать дополнительно какими-либо элементами, люрексом, или же, допустим, будем использовать с вами проволоку, то у нас обязательно с вами выйдет скомканное тело. Учитывая то, что я промазал клеем, я не армирую мое перо. И как вы видите, вот так аккуратненько виток к витку мы проматываем до самого шарика. Здесь нам остается только лишь перехватить материал. И теперь самое основное. Я стараюсь для того, чтобы не было скучности материалов, нанести буквально капельку клея на саму нить. Буквально совсем немножечко, пару сантиметров. И увожу вот эти перья, намотанные на теле перо. Желательно не трогать, так как выйдет у нас с вами скомканность. Пусть пока клей подхватится, и потом только лишь мы сможем с вами все это закончить. Сделаем завершающий узел, и теперь окончательно можем все удалить. Если вот так, как в моем варианте, я посадил на клей, то завершающего узла делать не надо. Клей будет держать. Аккуратненько удаляем теперь. Остатки пера буквально срезаем. И как вы видите, вот такая симпатичная у нас мокрая мушка, огруженная, с таким симпатичным оттенком, готова к работе. Пробуйте с разными цветами, с разными оттенками. Как вам будет удобно. В чисто белом варианте работает достаточно хорошо. Во всех вариантах работает хорошо. Даже в чисто черном, к сожалению, у меня его нет. Так бы более качественно вышла вот такая мушка, если использовать белый и черный. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.